всем привет всем здравствуйте приветствую вас на своем канале спасибо что зашли ко мне в гости и сегодняшнее видео будет посвящено моей коллекции лаков это видео по запросу спасибо что запрашиваете интересуетесь моей личностью мне очень приятно и тема лаков меня тоже давно трогает практически с самого детства ведь я истинная девочка девушка женщина неважно спасибо я даже назову ник ева полянова даже ник созвучен с моим ником его beauty его это инициалы моего имени фамилии и отчества чтобы было понятно вот так вот у меня сложилось интересно и у меня сразу предупреждаю что очень минималистичная коллекция лаков почему сейчас скажу также небольшой такой дисклеймер дело в том что я не претендую на какого-то профессионала в области лаков покрытие нанесения я не заканчивала курсы хотя меня эта тема интересует уже давно и вот моя история с ногтями естественно раньше мы все пользовались только обычными лаками сейчас появилась долговременное покрытие вернее она уже давно появилась и я в последнее время все-таки приверженец долговременного покрытия но с перерывами поэтому у меня и есть вот такая вот коллекция благодаря тому что я когда-то вот увлекалась то есть не вела свой канал а смотрела других блогеров и смотрела вот видео про минимализм и вот благодаря этому этим видео про минимализм project пены моя коллекция лаков вот сократилась до такого вот количества это просто волшебство мне легче косметички легче поэтому вот как у меня обстоят дела с лаками я например могу отдыхать месяц от долговременного покрытия и вот этот месяц я пользуюсь своими лаками у меня даже по заканчивали все лаки с блестками я очень люблю лаки с блестками потому что они медленно сходят с рук и долго держится потом вот спустя месяц или вот советуют специалисты две недели можно наносить уже 5 долговременное покрытие и я скажу честно как только я снимаю долговременное покрытие мои ногти как-то портится современные вот эти вот лаки которые используют для долговременного покрытия вот лично мне не приносят вреда хотя я смотрела видео о разных аллергиях и даже у меня был такой смешной случай я сделала красивый такой маникюр в салоне очень был красивый такой цвета тиффани там с узорчиком немножечко с декором и девушка я покупала у нее халву островок такой у нас есть где безумно вкусная халва и она сказала что у меня у вас такие красивые ногти ну вот у меня аллергия даже лежала в больнице и вот с тех пор я как-то вот и перепугалась и на всякий случай для профилактики все-таки делаю перерывы в долговременном покрытии и вам советую потому что я заметила что очень много есть вот этих вот последствий от долговременного покрытия но я люблю дело в том что я мамочка мне нужно быть всегда в таком активе я всегда могу помыть там чашки посуду это протереть пыль за кем-то убрать у меня всегда руки задействованы в рабочем состоянии раньше у меня была работа связанная с проверкой мер длины и там надо было такую маленькую пластиночку а именно такой параллелепипед притирать к пластине плоско параллельной стеклянной и там тоже как бы задействованы руки поэтому вот я считаю что для такого активного ритма жизни очень подходит долговременное покрытие она долго держится и у меня даже длина отращивается когда есть долговременное покрытие они крепкие они какие-то здоровые ну вот честно я перехожу все-таки из динозавров в модницы и я все-таки приверженец долговременного покрытия с перерывами ну такая вот долгая вступительная часть давайте непосредственно уже перейдем к моей коллекции покажу что я выбираю какие бренды предпочитаю я когда-то давно лет 13 назад купила специально для ухода за ногтями а также для того чтобы хранить свою коллекцию лаков вот такую вот косметичку прозрачную тогда это было новшество сейчас таких косметичек много это oriflame у нас на работе был распространитель и я купила и причем оказалась очень качественная косметичка вот такая вот так вот открывается естественно как все косметички она удачная реально вот она даже не пожелтела со временем вот такие вот качественные вещи раньше были по-моему она даже мне в подарок досталось и вот здесь вот хранятся все лаки и все что связано с покрытиями но прежде чем перейти к лакам хочу показать вот просто незаменимые средства в уходе за кожей рук чтобы например как-то вернуть прежнее состояние рукам особенно в осенне-зимний сезон у меня зимой просто в ужасное состояние приходят руки даже появляются трещинки вот здесь вот и они болят и меня спасают именно кремы бора фреш вот можно найти без запаха но в данный момент у меня с запахом бора фреш запахом жасмина это индийский крем я не раз уже говорила о нем на своем канале очень качественные кремы также у меня есть вот такой вот кремушек тоже бора фреш с лавандой они бюджетные можно купить в любой аптеке вот так вот выглядит сама упаковка и я последователь этих кремов уже давно я не слышала даже на ю тубе чтобы они говорили но они просто потрясающие причем их можно применять и мазать и лицо и после бритья например ножки и какие-то шелушения единственное если у вас есть аллергия на травки то может вызвать аллергию у меня нет этой аллергии это единственный крем который спасает вот мои ручки вот просто по опыту говорю не показываю ни профессиональные какие-то кремы вот именно бора фреш есть в других упаковках еще напоминаю без запаха ну а такое базовый уход например вот в течение дня мне дерматолог говорила когда у меня был дерматит у меня есть потрясающая вот такая вот упаковка от фабрики свобода здесь два таких базовых крем ушков именно для рук да это крема для рук крем для рук питательные цветы императрицы ландыш у него был любимый такой цветочек и второй кремушек у меня для рук это вот сирень тоже любимый цветок императрицы очень хорошие крем ушки красивая упаковка я хотел купить в сувенирной лавке в царском селе когда мы отдыхали ездили в санкт-петербург мы заехали в царское село и потом на волкберрис я заказала у себя эти цветы императрицы мне нравится оформление качество кремов от фабрики свобода прежде чем перейти к лакам еще хочу показать жидкость для снятия лака я снимаю вот обычно вот белорусского бренда витокс вот такая бюджетная жидкость с массом апельсина эффективность защита наши вот эти вот он средства для снятия лака очень неплохие они неплохо снимают действительно как здесь написано не оставляют белого налета здесь масса апельсина и глицерин прекрасно и здесь интересная такая вот такой колпачок вот он видите так он закрыт отворачиваешь и вот вроде бы дешевая упаковка но есть какая-то изюминка ну обычно обычный лак я снимаю вот у меня уже заканчивается эта жидкость для снятия лака также я начну с ухода за ногтями и у меня есть вот такое средство для ухода за ногтями например когда я снимаю долговременное покрытие а именно в салоне я снимаю то я после этой процедуры могу нанести вот это средство для ухода за ногтями очень красиво смотрится на ногти как ногтики ухоженные даже если коротенькие это бренд relui все его знают по декоративной косметике но у них кстати потрясающие лаки и разные фишечки для ногтей и вот это сос формула 5 в одном она необычная если заглянуть на их сайт я даже не поленилась и покажу вам вот нашла это средство я захотела узнать что же такое 5 в одном но они пишут почему-то здесь четыре ключевых свойства этого продукта странно название не согласуется с со свойствами увлажняет ногти предотвращает их ломкость укрепляет структуру ногтевой пластины полуматовое покрытие придает ногтям модный оттенок nude look за которым все гоняются и скрывает желтизну причем кто вот только использую такую косметику косметика релы веган-френдли и не тестируется на животных вот даже показываю вам все следующее что я могу наносить вот такой вот железный укрепитель по-моему это у них даже хит даже один очень известный блогер постоянно рекламирует это средство это так удивительно но это реально очень хорошее средство это тоже бренд релы средства для укрепления ломких ногтей мне здесь нравится очень вот этот цвет и если подробно прочитать то здесь содержится соли железа они участвуют процессе формирования ногтевой пластины питают восстанавливают и крепляют ногтевую пластину делают ее прочной можно нанести в один слой как основу под лак кстати вот это я тоже использую как основу под лака можно просто два слоя для создания натурального маникюра и реально ногти получаются очень красивые я просто в восторге от этого средства не просто так ему поют оды и и еще хочу посоветовать у них еще вот есть вот такое вот средство у релуи golden heart средства для укрепления ногтей если подробно о нем почитать то очень интересные такие вот описания то что здесь содержится коллоидное золото суспензия из драгоценных металлов и это все окажет противовоспалительное действие также здесь содержится гексанал представляете запатентованный альдегид способствует усвоению кератина придавая ногтям твердость кератин подобный пептин целенаправленный эффект эффект на восстановление ногтей масло и также есть и семян воловика я не знала что такое семена воловика это источник омега-3 6 9 кислот также здесь есть и фильтр фильтр препятствует пожелтению и обесцвечиванию какое-то волшебное средство вот когда закончится у меня вот эти я себе обязательно куплю вот этот golden hard хочу попробовать сушка у меня закончилась она тоже была от релуи а теперь покажу лаки которые я обычно ношу у меня есть вот такой вот а лак он из коллекции посты у них есть такие лаки очень красивые там цвета и я люблю покупать вот такие вот маленькие форматы потому что редко я пользуюсь этими лаками ну я не знаю неужели вот у кого-то из коллекции там по 100 лаков но они же портятся они же не используются это просто выброшенные деньги а здесь купил маленький такой флакончик и все замечательно это я не сказала опять бренд релуи и реально у них всегда выходят такие трендовые коллекции это именно коллекция пастель следующая это уже вот такой вот лак но здесь мне не очень нравится упаковка видите вот так вот закрывается до конечной цели это у них лак как гелевое покрытие то есть как долговременное покрытие выглядит причем это тон 12 и в этой коллекции насколько я помню аж 19 лаков я даже хочу вам показать вот такая вот у них есть коллекции то есть лак для ногтей с гелевым эффектом и вот такие вот здесь классные оттенки трендовые вот кто любит нют то можете попробовать но у них даже есть лаки с направленностью супер гель камуфляж тоже это у них такая недавняя номинка их очень хвалят тут 4 оттенка поэтому я заглядываюсь на них но я не хочу пополнять свою коллекцию мне нужно допользовать эти лаки но вот этот лак он такой яркий и я его наношу летом на ножки на ногти на ногах также продолжаю тему релуи уже пятый лак от релуи это вот такая единорожная коллекция у них была и я не смогла устоять против вот этого вот замечательного лака это тон 0 2 здесь тоже такая красивая баночка миниатюрная обожаю миниатюрные баночки мне нравится этот лак и здесь уже срок годности прошел но он потрясающе наносится потрясающе быстро засыхает и держится на ногтях вот у меня сейчас на ножках нанесен этот лак я им очень довольна но по моему уже в продаже нет этого лака также если продолжить тему релуи я у них покупаю масло для ногтей у них есть тоже вот в таких вот упаковках и еще покупаю очень часто корректор лака для ногтей то есть если я что-то здесь размазала по пальцу нечаянно кисточкой то я могу убрать это вот этим вот корректором лака вот такая здесь видите у меня в использовании видно все и я тогда подчищаю очень хорошие у них эти корректоры также от этого бренда у меня есть пилочка вот такая вот в таком футляре кислотном пилочка она очень хорошая я ношу ее в сумочке но чтобы снять это видео достала из сумочки чтобы вам показать прекрасное на какие-то заграничные аналоги даже не смотрю и здесь очень хорошо она точит ногти о другом даже не мечтаю но покажу также где у меня есть разочарование если зайти на сайт ари луи то у них сейчас пилочки из богемского стекла вы только вот такие больше нет поэтому мне повезло я купила такую кислотную раньше они были в продаже сейчас как я понимаю можно заказать именно такие также у меня есть американские легендарные лаки у меня муж когда-то ездил отдыхать с друзьями на самолете в чехию beauty free мне привез а подарок это вот такие лаки это была целая коллекция там не помню было 8 или 10 штук и вот остались только эти лаки остальные я использовала это американский бренд или сессия правильно произношу и реально эти лаки супер качественные они даже вот уже наверное срок годности прошел не наверное а точно они красиво ложатся хорошо держится быстро засыхают и они потрясающие но честно я не хочу переплачивать я довольна бренда мэри луи меня устраивает в этом бренде все то есть там есть все что нужно для того чтобы ногти были ухоженными то есть там есть и топы и ухаживающие говорю топы и основы и ухаживающие основы и лаки разные и нюдовые и с блестками праздничные кстати тоже советы очень хорошие также там и разные оттенки яркие также там есть и сушка очень хорошая то есть все все очень качественная и достойная и также вот здесь у меня лежат другие пилочки которыми я редко пользуюсь я люблю вот из стекла все-таки пилочки советую от эрелуи эти пилочки хороши из богемского стекла также у меня есть такая вот пилочка покупала очень давно от essence как я вижу и здесь четыре этапа на одной пилочке то есть здесь так и написано что первый этап это укоротит ногти второй этап это придать форму также здесь есть третий этап сделать сгладить форму и четвертый этап от полировать удивительная пилочка кстати она неплохая вот кто любит побаловаться и поэкспериментировать поработать своим со своими коготками вот такая пилочка очень неплохая не знаю если такие сейчас продажи также у меня есть вот такая вот пилочка я раньше экспериментировала с пилочками она из такого вот камня но она мне не нравится она плохо точит ногти поэтому наверное скоро полетит в мусорку это пилочка с какого-то отеля но она неплохая я люблю когда в отеле в номере есть пилочки разные там средства для шитья даже попадаются очень кстати вот у меня еще незаменимый продукт для ногтей это палочки из апельсинового дерева для маникюра причем они потрясающие эти палочки я всегда имею их в своем арсенале если я делаю маникюр сама я не всегда хожу в салон не всегда успеваю иногда делаю сама но мастер делает все-таки более аккуратно но иногда приходится прибегать и к такому но апельсиновые палочки должны быть то есть палочки апельсинового дерева также у меня есть вот такая вот палочка не знаю какое точное название это я покупала на алиэкспресс снимала даже видео и там я точное название назвала тоже неплохая вещь очень качественная я не ожидала такого качества с алиэкспресс то есть там можно смело заказывать такой набор кстати когда-то хотела там заказать все чтобы делать долговременное покрытие на дому но потом подумала что я наверное больше затрачу времени мне проще сходить к мастеру я хожу в торговом центре дано мол у нас есть очень хорошие мастера и причем я не привязана к мастеру все девочки там делают хорошо еще у меня есть одно культовое средство которое незаменимое если вы делаете дома маникюр это средство от битокс для удаления кутикулы ногтей с эфирными маслами пихты и чайного дерева просто невероятное средство может быть сейчас уже другая упаковка но это у них насколько я знаю это хит это средство нужно наносить вот сюда тогда смягчает кутикула и легко убирается вот я использую вот эти вот палочки чтобы ее отслоить и потом обрезаю и все чудесно очень хорошее средство и я заметил что многие белорус очки его покупают и не только белорус очки также у меня вот такие вот для пальчиков ног вещи они есть в каждой и затерялся такой восточный шарик и можно делать массаж он приятно так звучит к сожалению мне массаж этим шариком никто не делал их у меня два другой где-то потерялся дети наверное играются но вот такая вот у меня коллекция и также я люблю еще бренд люкс визаж у них тоже потрясающие лайки особенно я люблю там коллекция метеориты и с блестками там тоже и нюдовые оттенки есть но вот эти вот наши белорусские бренды они очень стараются вот такая моя коллекция лаков совсем небольшая но я этому безумно рада вообще я как вы заметили люблю очень белорусские бренды и в последнее время я даже хочу еще попробовать бренд белита витекс как-то я вот обхожу постоянно именно лаки от этого бренда вот хочу обратить на них внимание все время я обращаю внимание только на релуи и люкс визаж но дело в том что мило рядом и всегда конечно же чаще я подхожу к стендам с релуи и люкс визаж но доверяю вот я нашим белорусским маркам уважаю их и также я хочу еще поэкспериментировать с лаками инглот даже записала для себя номера увидела очень красивые лаки на руках это смотрится просто превосходно даже скажу номера хочу инглот 675 677 прямо вот хочу зайти в этот корнер он у нас есть торговом центре дано мол и посмотреть что же это за лаки и даже наверное куплю потому что их очень хвалят поэтому очень прошу вас напишите какие лаки вы предпочитаете долговременное покрытие или обычные лаки красите ли вы вообще ногти лаком есть же люди которые не любят а лаки на своих ручках я тоже когда детки были совсем маленькие предпочитала ногти покороче лак не наносила это же руки смотрелись неплохо я нормально к этому отношусь и вы видите что в моих видео где-то я с лаком где-то я с красивыми ногтями с долговременным покрытием где-то без лака где-то с прозрачным лаком поэтому по-любому ну ведь не всегда же ну есть обычная жизнь мы же не из королевской семьи хотя в королевской семье тоже иногда особый такой не замечаешь ухода за ногтями но я ухожу далеко от темы очень интересно мне будет почитать комментариях какие лаки вы предпочитаете и вообще как вы относитесь моей минималистичной коллекции пока пока увидимся следующих видео уже скучаю